Всем привет! Эфир «Заметки о Черкесии» и это выпуск, посвященный тому самому мероприятию, который я упоминал. 27 апреля в городе Черкесске состоялась вторая презентация книги «Абаза в Кабарде» авторов Владимира Пшенокова и Руслана Кармова, которые, собственно говоря, пригласили меня на эту презентацию в качестве блогера, который так или иначе говорит, в том числе и на абазинскую тему. Книга сама представляет собой исследовательскую работу, посвященную происхождению некоторых кабардинских фамилий от абазинских родов, то есть прослеживание этой связи между абазинами и кабардинцами. То есть это большая исследовательская работа, она была встречена неоднозначно, в Черкесии это было попроще, потому что в основном абазины присутствовали в кабарде, вызвали бурные споры и положительного, отрицательного характера, но тем не менее исследование всколыхнуло эту среду исследовательскую, культурную. Поэтому мероприятие было достаточно ярким. В том числе на этом мероприятии его участники высказывали очень много интересных вещей, были хорошие пожелания на то, чтобы эта работа продолжалась, увеличивать количество исследовательских работ, посвященных абазинам, например, что в общем-то хороший вклад вообще в культуру черкесско-абхазского мира. Хотел бы выразить особую благодарность авторам, Владимиру и Руслану, за приглашение, за возможность высказаться, за возможность поучаствовать. Особую благодарность выражаю МО «Лошара», это организация, развивающая культуру абазинского народа, в частности ее директору Муса Экзекову, руководителю, как там правильно, президенту организации Рамазаном Цехея, с которым мы провели очень много интересных бесед в рамках того узкого времени, которое у нас имелось. Также отдельно благодарность Мурату Аджиеву за встречу, за атмосферу гостя, которую он создал мне, что было мне несколько непривычно, поскольку я еще не ощущаю той роли, которой я могу играть в развитии культуры и связей. В общем, было очень приятно. Оставило приятное впечатление на меня. Особую благодарность выражаю за возможность выступить непосредственно перед публикой, за интервью, записанное вашим пиар-специалистом Амираном Дзугло. Он очень оперативно сработал, благодарность выражаю. И я надеюсь, мы, в общем, продолжим встречаться в такой более свободной обстановке. Скажем так, будет у нас больше времени пообщаться. Я сниму отдельное интервью непосредственно у сотрудников Алашара, у людей, которые присутствовали на этом мероприятии, которые с удовольствием готовы высказать какие-то свои интересные темы. В июне, в общем-то, я надеюсь, что мы более плодотворно поработаем. И отдельная благодарность выражаю тем из моих подписчиков, кому удалось поприсутствовать на мероприятии и пообщаться вживую. В общем, всем спасибо. Дальше я, в общем-то, прикрепляю видео непосредственно мероприятия, чтобы было у вас понимание того, как оно проходило и о чем там говорили. Ну и мое интервью. Делитесь с друзьями, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Вот именно поэтому эта книга и написана. Чтобы люди разобрались, прочитав фамилии и узнали, на самом деле, вот взять, это работа, вот, как вам послан, и для старого, вот, многие хотят, вот, березов, вписать фамилии и поспорить по этому поводу. Но они не хотят обратить внимание, что здесь около 300 страниц, это активный материал. О чем это говорит? Люди не читают, не хотят читать, когда время посмотреть информацию, даже не понять, что на самом деле здесь происходит. Здесь список у узких фамилий, здесь список абазинских фамилий. Именно тот, кто относится к абазинским фамилиям. Те же вопросы, спорные, они и у вас тоже, не только в Кабарде возникнут. Потому что, я говорю, Жемуха, вы в третий институт, и там абазин, и абазин, и кабардин. Ты что делаешь? Я, видимо, не узнаю. Это начало, будет вторая книга, которая будет только из материалов архивных, и будет еще второй книг, двух томов, где будут только фамилии и только расшифровка фамилий. Ссылками полностью будет заслаждаться. Здесь практически Кавказ. Не только касаться абазы, там, Карачаево-Черкись. Почему именно так? Потому что здесь и балкарские фамилии, представители балкарских родов. Есть и карачаевские. То есть, когда мы начинаем говорить, нет, я не абазин, я кабардинец, а что тогда скажет балкарец или карачаевец, который знает, что он абхаз по происхождению, абсуаев, например, это манка, он говорит, а он спокойно с этим осенью. Он говорит, я говорю, это абхаз. Живет среди кабардинцев, но говорит на балках, потому что они проживали одно время. Вот эти все вопросы, нюансы, нам надо просто собрать всем вместе и решить. Мы могли просто поднять этот вопрос, а решить мы с потяночку не сможем этого никогда. Вот Сария Иванова, уважаемая, 10 лет назад, почти назад, мы встречались. Огромное вам спасибо за вашу работу, абхазинские фамилии. Витуганов тоже провел работу, кабардинские фамилии, тоже достаточно большой материал. И что делать? Люди встречают и там, и там фамилии. И не хотят разбираться, а спорить хотят. А разбираться можно вот в архивах. Архивы есть, пока целые, там можно работать. Поэтому, как, что делать? И я думаю, есть команда, которая будет это все собирать. Вот поддержка появилась, инициаторы есть. И я вас попрошу, не говорите таких вещей. Многие в Капардине говорили, зачем тебе это надо? А зачем вот Виктору это надо? Зачем с русского географического общества моим товарищам надо? Это Кизилову Андреев, Миша, русские ребята занимаются. Зачем? Задайте мы себе этот вопрос, если хотите. А меня просто... Я не буду на этот вопрос вообще никому, наверное, отвечать. Потому что это моя генетика, это мой род. Я имею право на это копать, разбираться. Если кто-то мне помогает, огромное спасибо. И всем вас прошу. Если сможете чем-то помочь, вот я сказал, в будущем проекте, который есть, по книгам, помогайте, мы только будем рады. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я отменю вас все-таки в поддержку и в понимание. Спасибо. Виталий Владимирович Ктыбин специально подъехал из Трознагара, когда все в сетях увидел информацию о том, что здесь пройдет презентация этой книги. И хочется предоставить ему слово. Сначала хотел бы позже поблагодарить организатора, собственно, Руслану Комендовичу и Владимиру Анатольевичу, за приглашение на это мероприятие. Мне очень приятно участвовать в таком мероприятии, поскольку, в принципе, скажем так, я не так давно занимаюсь своей деятельностью, и для меня это, можно сказать, первый выход непосредственно к подписчикам, к различным, текущим общениям на тему с представителями, собственно говоря, о моей теме. Я хотел бы найти какой-то вопрос отменить. У меня очень много молодежи смотрят. И надыки, и абазины, и их партненцы, и фразы. И бывают, вот, иногда мне говорят только, что зачем мне это все, об этом все рассказывать, чем-то не надо, мы как бы, мы уже не можем, как-то объясняют, то есть, если никому якобы это неинтересно. Но на самом деле это не так, даже вот это мероприятие само по себе говорит, что мало народу, в которой, ну, если мы понимаем, что всего один человек владеет полноценным языком, но все, здесь большой зал собрался, здесь интересно, издаются книги. Хотел бы поблагодарить авторов за, в принципе, хорошую работу, поскольку, ну, сама книга, она очень подробная, архивная работа проведена. Плюс, очень хороший был ролик в YouTube, который с моим послушаемым ведешь. Он очень привлек очень душевое внимание. Мне сами подписчики его, скажем, скрытывали, комментировали его. Причем, ну, меня комментировали положительные. На самом деле, даже, я знаю, гражданинцы, которые заинтересовались, в первый момент всегда интересовались положительные. То есть, ну, без споров у меня нет подписчиков. И, я думаю, это очень большая, хорошая работа. Опять же, качественная подача материала, она привлекает внимание, и очень важно в наше время, потому что информационная технология очень сильно влияет на, так сказать, привлечение именно внимания к вопросу, оскорблении таким тяжелым. И, я думаю, если продвигать дальше таким образом эту тему, то получится, скажем так, влечь молодежь, влечь именно исследованиями, как бы так, усилить эту работу через самых активных граждан. Что касается критики, по своему опыту скажу, критики были всегда, будут всегда, и они самые шумные. Поэтому кажется, как будто их больше. Но, на самом деле, нам всегда больше людей, которые положительно относятся к любой работе, тем более, такой важный, аналогов которой нет. И очень важно заниматься дальше, несмотря на эту критику, поскольку тексты вы будете видеть, а человек посмотрит, ему понравится, просто скажет спасибо. И все. Может быть, вы это не заметите, но этого больше всего. На этом, наверное, все. Можно рассказать. Спасибо.